Последовательность. Главное для судей. В Доме футбола проходит семинар для рефери, обслуживающих матчи второй, первой и высшей лиг чемпионата Беларуси. Работа этих людей порой влияет на результаты матчей, а потому подобные занятия полезны даже для опытных арбитров. За их решениями следят внимательно не только команды и болельщики, но и Департамент судейства Белорусской Федерации Футбола. Если даже допускает ошибку арбитр, у которого не отражено было до этого, то, естественно, комиссия поправляет, исправляет, и арбитр несет, естественно, дисциплинарную ответственность. В том числе, если за грубые результативные ошибки идет дисквалификация арбитра на некоторый промежуток матча и так далее, естественно, он теряет в бонусах в оплате. Вот такая схема работы и анализа решений судейских. Основная цель заключается в том, чтобы перед второй частью сезона напомнить судям о единой трактовке тех или иных эпизодов. Для того, чтобы они в одинаковом стиле действовали в ключевых ситуациях, то есть пенальти-не пенальти, игра рукой-не игра рукой, дисциплинарных санкциях, что очень важно для команд. На самом деле никаких новых веяний, скажем так, в современном судействе нет. То, что требуется от современных арбитров, это касается именно последовательности в принятии решений. Международные матчи сейчас могут обслуживать три главных арбитра и шесть ассистентов из Беларуси. Заявить большее количество пока не позволяет рейтинг. Он зависит от многих факторов, например, от уровня местного чемпионата.